Здравствуйте! На канале ВКТ Время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. 850 различных вредителей угрожают растениям в Сочи. Сейчас на курорте начинается борьба с мраморным клопом. Мониторинговые группы объясняют сочинцам о необходимости самостоятельной борьбы с вредителем. Месячник гражданской обороны. В Сочи проходят экскурсии и дни открытых дверей в подразделениях МЧС России. Профессиональный мир женщины. В центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. В преддверии 8 марта представительницам слабого пола решили помочь в поиске работы. Фэшн-перезагрузка для сочинцев серебряного возраста. Пожилые горожане вышли на подиум в рамках нового городского проекта «Стиляги 2.0». Растениям в Сочи угрожают 850 различных вредителей и возбудителей болезни. А как известно, одно насекомое может воспроизвести до миллиона себе подобных. Сейчас самое время не дать вылететь на волю мраморному клопу. Объяснить это жителям частных домов сегодня отправилась мобильная группа. В ее состав вошли представители администрации Барановского сельского округа, Ростсельхознадзора и Россельхозцентра при поддержке Института цветоводства и субтропических культур. Опасного вредителя коричневого мраморного клопа сейчас, конечно, обнаружить сложно, но необходимо. Как говорят специалисты, это как раз то время, когда есть возможность не дать ему вылететь из мест зимовок. Обычно насекомые прячутся в сарае, где-то под крышей, но перехитрить их можно, если организовать даже сейчас фальш-зимники. Коробку наполняем или гофрированным картоном, или если есть ветошь какая-то ненужная, это все складываем в коробочку, делаем надрезы наверху. Клоп туда заползает в большом количестве. Они выделяют специальные вещества, чтобы остальные клопы в это место приходили. Такую коробку потом можно бросить в огонь, тем самым уберечь сад от карантинного вредителя, который оказался гурманом. Здесь малина, и очень много клопа в ней бывает. Собираем этот клоп, но все-таки он есть. Мы не можем ни фасоль сейчас посадить, ничего, потому что они тут же все это съедают. В конце апреля и начале мая, когда мраморный клоп начнет разлетаться, можно применять и химические препараты. Кто-то развешивает феромоновые ловушки, можно использовать клеевые или световые. Все средства хороши, лишь бы не дать вредителю размножиться. Он сейчас находится в спящем состоянии, и его проще будет поймать. Как только он вылетит на место пропитания, то тогда он начнет размножаться. Одна особь производит до 300 особей, а за лето он три раза может воспроизводиться. Парки, скверы, деревья вдоль трасс обработают за счет городского бюджета. Но в Сочи масса частных территорий. Мониторинговые группы объясняют жителям необходимость самостоятельной борьбы с коричневым мраморным клопом. Только в Барановском сельском округе придется обойти 2000 домов. В целом же в Сочи составлена специальная дорожная карта по борьбе с этим вредителем. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи объявлен месячник гражданской обороны, в рамках которого в подразделениях МЧС России проходят дни открытых дверей. В нашем городе они открыты в том числе для всех школьников. И сегодня учащиеся 24-й школы посетили пожарную часть Олимпийского парка и центр кризисных ситуаций, где узнали о космомониторинге. Пожарная часть номер 19 считается образцово-показательной. Здесь на вооружении стоят новейшие разработки в области пожаротушения и самая современная техника, в том числе специального назначения. Когда даже невозможно подойти близко к очугу пожара, как раз для этого существуют лафетные пожарные стволы. То есть, если ручной ствол, который я вам показывал, максимум 7-8 литров он может давать производительность, то вот этот лафетный ствол может давать производительность 40 литров в секунду. Экскурсию пожарные провели для 35 школьников. Ребятам в первую очередь рассказали, как и с помощью чего спасатели ликвидируют ЧП. Продемонстрировали работу пожарной стрелы, ну а потом разрешили подрастающему поколению все потрогать и посидеть в настоящих пожарных машинах. Эта экскурсия не совсем ознакомительна, отмечают в городском управлении защиты населения. Месячник гражданской обороны преследует определенные цели, главная из которых – повышение уровня заинтересованности населения в области собственной безопасности. Мы прекрасно понимаем, что будущее нашей страны – это образованные и воспитанные дети. Поэтому управление образования города, управление гражданской обороны совместно с федеральными структурами, в честном взаимодействии со всеми школами занимаемся вот этими вопросами. На этом мы не остановимся. У нас впереди сейчас идет вопрос согласования по аналогичным мероприятиям и с УВД города, и с ГИБДД, и с Росгвардией. Поэтому работа будет продолжена. В итоге экскурсии получилось две. Школьникам показали работу Центра управления кризисными ситуациями. Ребята узнали, что такое космомониторинг и что термоточка на карте лесных пожаров – это зарегистрированное в момент пролета спутника повышение температуры на поверхности Земли. Спутники позволяют обнаруживать пожары площадью от доли гектара до нескольких десятков. Вот фактически космоснимок. Вот находимся мы, Адлер. Вот это территория Красная Поляна, вот Ребета-Ибра. Вот у нас термоточки ближайшие. Это на территории Республики Абхазии. Это вчерашний вечерний снимок. Вот по этим снимкам мы хотим следить облачность, где снег фактически и где термоточки. Школьникам рассказали, что сегодня в стране создана целая система гражданской обороны, в которую входят как подразделения МЧС России, так и другие органы власти, различные ведомства и организации. Важное направление их работы – подготовка населения к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий. И в мероприятиях гражданской обороны население должно участвовать с молоду, уверены сами наставники школьников. Все, что они сейчас видят, могут с этим соприкоснуться, потрогать, попробовать, увидеть все снаряжение настоящего пожарного. Я думаю, что дети более серьезно осознают всю данную профессию и вообще профессию военных, пожарных, которые защищают, оберегают нашу страну, наш город от различных бедствий, от которых мы не застракованы. Итогом месячника гражданской обороны должно стать повышение уровня защищенности населения Сочи. А потому горожанам еще не раз напомнят правила поведения на проезжей части, в лесу, на воде, расскажут, как себя вести во время пожара, наводнения, при обнаружении бесхозных предметов и в других опасных ситуациях. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Молодым везде у нас дорога. Строчка из старой доброй песни сегодня актуальна как никогда в Сочи. Действуют десятки молодежных организаций. Есть молодежные направления и в краевом, и в городском парламенте. Сегодня представители всех объединений встретились и решили кооперироваться. В гости всех представителей молодежных организаций пригласили члены Совета молодых депутатов. Он действует при городском собрании Сочи. Помимо всех остальных задач, которые стоят перед народными избранниками, Совет еще и отвечает за помощь молодежным клубам и объединениям. Мы общаемся в тесной координации со всеми молодежными структурами, как и Совет молодых депутатов. Они к нам обращаются со всякими просьбами, вопросами взаимодействия, сотрудничества, где-то оказания содействия. И чтобы не происходило это в точечном режиме, мы сегодня их объединили за один стол, чтобы послушать всех их, их болевые точки, где-то обсудить, может найти решение тех проблем, которые у них возникают в ходе их работы. У каждой организации есть свои перспективные программы. У кого-то уже и успешно воплощенные проекты. Например, юридическая приемная молодой гвардии. Будущие юристы, а ныне студенты, бесплатно помогают всем обратившимся за консультацией. Недавно обновил свои ряды молодежный совет при главе города. Пригласили сегодня на встречу и самых юных членов городского ученического совета старшеклассников. Помимо подготовки к экзаменам, выпускники уже сегодня активно участвуют во всех городских молодежных проектах. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Сочинцы серебряного возраста вышли на подиум. Они примерили на себя модные образы и презентовали их слушателям курсов по стилю и красоте. Это часть нового городского проекта «Стиляги 2.0». В его рамках сочинцы элегантного возраста прошли курсы по дизайну, моде и стилю. Их учили подбирать модную одежду и презентовать себя. О фэшн-перезагрузке расскажет Ольга Десятого. В гримёрке перед началом дефиле – последние штрихи перед выходом на подиум. Образы для моделей, одежду, макияж и прически подбирали и делали профессиональные дизайнеры и стилисты. Этих модных и стильных людей не назовёшь пенсионерами и не иначе, как люди элегантного возраста. Они на своём примере доказывают, вне зависимости от цифр в паспорте, нужно идти в ногу со временем. У Валентины Куличихиной в её 81 это отлично получается. Я, насколько себя помню, с юношеских лет я всё же придерживаюсь моди. Хоть, может быть, и небольшими шагами, но маленькими шажками всегда шла в моду. Всегда с собой ухаживала. В модном показе приняли участие не только женщины. Василий Мельников в свои 62 тщательно следит за фигурой и внешним видом. Говорит, физкультура помогает продлить молодость. Он чемпион мира по гиревому спорту. Я, будем говорить, по жизни оптимист. Спорт этому способствовал. И, безусловно, уверенностью меня как бы не занимать. Поэтому, я думаю, если я ещё и внешне приобрёл какой-то лоск, ну такой, думаю, это приятно и окружающим в том числе. Сочинцы серебряного и золотого возраста примерили на себя модные образы в рамках нового городского проекта «Стиляги-2.0». Это одно из направлений работы Сочинского народного университета, слушатели которого люди старшего поколения. На занятиях и лекциях они учатся жить интересно и активно. В рамках проекта «Стиляги» они прошли курсы по истории моды, дизайну и стилю. Занятия проходят уже несколько месяцев. Ведут профессиональные стилисты, танцоры, визажисты. Мы ещё раз докажем всем, что наш возраст – это не возраст дожития, а возраст счастья. Такая фэшн-перезагрузка для сочинцев – это отличный шанс не только продлить молодость, но и укрепить самооценку. В золотом возрасте приходит очень много бабульчик, женщин, которые делают маникюр, которые делают химию, и хочется им локоны. И это сейчас тенденция, когда натуральный цвет, красивая седина и биозавивка. То есть они прям такие вот становятся европейскими красивыми бабушками. Действительно, стилисты и фотографы по всему миру уже давно доказали, что мода едина для всех. Модели 60+, сегодня всё чаще попадают на обложки журналов и выходят на подиум в одежде от самых известных кутюрье. Кстати, консультантом сочинского проекта «Стиляги» стал Игорь Гавр. Известный фотограф владеет первым в России агентством для возрастных моделей. В его объективе состоявшиеся в жизни уверенные в себе люди, без ретуши и фотошопа. Ведь, как говорит сам фотограф, красота не измеряется количеством морщин. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Профессиональный мир женщины – так называется акция, которая прошла сегодня по всему краю, посвященная Международному женскому дню. Цель – помочь представительницам слабого пола в поиске работы. Сегодня в рамках акции «Профессиональный мир женщины» в Центре занятости населения Сочи прошла ярмарка вакансий. Женщинам предлагали должности из городской и краевой базы. Сегодня 14 работодателей представят свои вакансии в различных сферах деятельности. У нас сегодня представлены вакансии и в санаторно-курортной отрасли, и в образовании, в учреждениях страхования, медицины. Также в рамках краевой акции была запланирована и обширная деловая программа. Женщины, которые заинтересованы в поиске работы, смогли принять участие в круглых столах, семинарах и тренингах. Узнать о возможности обучения и переобучения, повышении квалификации. Сегодня прошла встреча для молодых мам. Женщинам также рассказали о самозанятости и возможности открытия своего дела. Добавлю, что с начала года в Центр занятости населения обратились 1436 человек. Из них 540 уже трудоустроены. Может ли быть модной Василиса прекрасная или золотая рыбка? Может, если за дело берется мастер. Выставка сценических костюмов героев русского фольклора открылась в музее Николая Островского. В экспозицию под названием «Воплощение образа» собраны работы молодого художника Романа Пестова. Художник по костюмам Роман Пестов представил зрителям целую экспозицию своих работ. Это художественный взгляд автора на традиции русского костюма. Обилие тканей, красочная фурнитура, силуэт, крой, орнаменты ручной вышивки. Меня в первую очередь вдохновляют ткани. То есть, если я задумываю образ, то я выхожу на поиски тканей. И именно от орнамента, от фактуры ткани как раз-таки и приходит картинка, как это может быть в реальности. Роман Пестов учился в Краснодаре, работал в Москве, создавал сценические образы для самодеятельных коллективов и детских развлекательных и театральных программ. Театрорусская песня под руководством Надежды Бабкиной, концертные костюмы для звезд российской эстрады. Очень оригинально видит персонажей русских народных сказок. Здесь он представил свою коллекцию, которую выполнил сам, начиная от эскиза и уже вплоть до полной реализации этих эскизов, сшел замечательные костюмы. Некоторые костюмы уже побывали на сцене и вот теперь представлены на выставке. Другим еще предстоит побывать на подиуме. Вот, например, любимая работа художника – образ Василисы Прекрасной. Очень много для меня лично играет объем костюма, потому что в основном все привыкли делать его узким, тратя на это очень мало ткани. А вот если вы посмотрите, какой здесь объем ткани, то, в общем, понимаете, что сзади огромный шлейф. Вдохновляют художника не только исторические и этнографические источники, но и работы других художников, например, пейзажная живопись. Коллекция картин, собранная Пестовым, представлена здесь же на выставке, которая продлится до 22 апреля. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В привычном каждый видит что-то свое. Убедиться в этом можно на вернисаже, который открылся сегодня в художественном музее. Свою выставку «Отражение» представил сочинский фотограф Владимир Колбин. В экспозицию вошли фотографии природы, архитектурных объектов, а также фотоэксперименты. Это далеко не первая выставка Владимира Колбина. Свои фотокартины он представляет на суд зрителя с 1974 года. Владимир Колбин сотрудничает с газетой «Черноморская здравница». Публикует свои работы о спорте, культуре и общественной жизни Сочи. Особая любовь автора – красоты Кавказского биосферного заповедника. Там нетронутая человеком и фоторедактором природа. Рядом, в выставочном зале, эксперименты с компьютерной графикой. Колбин – постоянный участник Всероссийского дизайн-форума. Дать свою оценку его фоторабота можно будет до 31 марта в художественном музее. В этом году исполнилось пять лет со дня завершения Олимпийских игр. Став столицей Олимпиады, Сочи неузнаваемо изменился. Нашлось решение многих городских проблем, которые копились годами. Но чтобы идти вперед, полезно оглядываться назад. О том, каким был Сочи и каким стал, расскажет документальный фильм Людмилы Ищенко «Большое видится на расстоянии». На нашем канале он выйдет в эфир в четверг, 7 марта, в 16 часов. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Продолжение следует...